Некоторые архитекторы сравнивают Одессу по автотрафику и уличному разрешению с Парижем. Но если в старице любви есть и современный электротранспорт, и велодорожки, и метро, то каждый день в старице юмора нам приходится сталкиваться с пробками, которые чаще всего созданы искусственно теми, кто припарковывается в неположенном месте. Пробки, ставшие уже частью транспортного ритма Одессы, во многих городах пытались решать расширением проезжей части. Но такой путь – самая большая ошибка планировщиков 20 века, говорят специалисты по городскому планированию. Расчистка обочин лишь стимулирует массовый поток новых машин, для которых понадобится еще больше места. Прежде всего, по мнению эксперта, надо продумать транспортную концепцию, а ее создают с учетом дорожной иерархии. Самые распространенные – это незащищенные слои населения идут выше, то есть пешеходы, а дальше идут велосипедисты, далее идут общественный транспорт, потом автомобили и затем только стоящие автомобили. В центре, в Одессе, это никак не воплощается, потому что у нас не выбрана транспортная политика. Соответственно, на улицах творится хаос. Ограничение передвижения машин в центре вернет Одессе статус культурной и туристической столицы, считает урбанист. Многие города решили проблему с парковками с помощью строительства паркингов. Высокие тарифы стимулировали водителей оставлять транспорт за пределами центра. Так, например, поступили в Москве, которая еще 10 лет назад фактически была парализована автотрафиком. Парковка должна стать роскошью, считает эксперт, при этом пополняя бюджет Одессы. Но пока привычные черные парковки на улицах мешают реализации такой идеи. Мы здесь завязаны сейчас на кабине, который должен принять ряд пакетов, которые помогут санкционировать незаконную парковку на тротуарах, на проезжей части. И только тогда, когда вы сделаете парковку на улице дорогой и неокупаемой, тогда инвесторы будут вкладываться в паркинги, потому что вы создадите дефицит. Недавно о строительстве таких паркингов заявили в департаменте транспорта. Правда, чиновники почему-то решили возвести многоярусные стоянки вдали от эпицентра проблемы. Не в старом городе, а возле новых жилмассивов. Данные многоярусные паркинги строятся нецеленаправленно в тех местах, где они положены. В центре больше автомобилей, неужели в спальных районах. Тем более в спальных районах меньше работающих в офисах и тому подобное. Там места побольше, потому что и шире улицы. А нам в центре останутся привычные всем юни-паркеры, которые, как оказалось, незаконны. Адвокат Юрий Конякаев утверждает, в городе нет ни одного паркомата, который бы соответствовал требованиям закона. А соответственно, в Одессе нет ни одной легальной платной уличной парковки. Так что на деле все конусы и заграждения просто часть уличной архитектуры. Когда есть настроение, я с ним борюсь следующим образом. Я к ним отношусь как к находке. То есть я подъезжаю, гружу ее в багажник, еду в ближайший райотдел и пишу заявление о том, что я нашел такую конструкцию. Там это конус или это железяка. И обязуюсь ее вернуть человеку, который мне предъявит документы о праве собственности на нее. Через год конструкция становится его собственностью. Так адвокат уже собрал целую коллекцию конусов. Но вернемся к вариантам борьбы с загруженностью центра. Дорожный активист Алексей Булгару уверен, частично монополию легковых машин мог бы снять общественный транспорт, если бы люди не боялись на нем ездить. Нам нужен общественный транспорт. Но общественный транспорт должен быть качественный. Вы же видите, что у нас происходит. Багданы, которые рассыпаются по дороге. У нас должны быть как минимум электрические все автомобили. Трамваи должны быть какие-то, хотя бы с кондиционером, троллейбусы и тому подобное. Маршрутки должны быть настолько облагорожены, что, ну, будем считать, чтобы человек туда хотел зайти. А вот водитель с 15-летним стажем Александр парковки на тротуарах связывает не столько с засильем машин, сколько с низкой культурой автолюбителей. Мужчина уверяет, каждый может парковаться правильно. Было бы желание. Очень много людей ездит, которые, знаете, как говорят, права купил, машину купил, ездить не купил. То есть паркуются, но даже далеко ходить не надо, смотрите. Вот, видите, все припарковались в одном направлении, но один обязательно станет в другом. Вот в два ряда машины припарковались. То есть люди просто, очень много людей не умеет парковаться, как минимум. У нас, мне кажется, просто за многие годы сложился такой менталитет, что вот без жесткача нельзя. По правилам дорожного движения парковаться на тротуаре можно, но при этом пешеходам должно оставаться не менее полутора метров пространства. В случае, если вы видите нарушение, рекомендуют вызывать полицию. Если нарушитель при этом был рядом с машиной, ему грозит штраф в 510 гривен. А те, кому поблизости не оказалось, найдут свой автомобиль на штрафплощадке. Теперь к штрафу добавят и ее оплату, и стоимость услуг эвакуатора. Патрульные сетуют ежедневно. Таким образом, увозят из центра до 10 машин. Чаще всего эвакуируем машины. Это Екатеринская, там 5, 7, 3 номер. Там, где одна полоса для движения, все другие водителя из-за припаркованных автомобилей выезжают на встречную полосу. Это улица Гавана, это улица Решильевская, Бунина. И тоже сейчас проблема, ну давно стала проблемой для нас, это полоса для маршрутных транспортных средств на Троицкой. Вот, как бы центр города, это самые такие пиковые места. Транспортную нагрузку на центр еще 10 лет назад планировали снять за счет строительства трассы Север-Юг, которая бы связала поселки Котовского и Таирова в обход старого города. Но проект оказался слишком затратным. Как видите, решений парковочной проблемы достаточно. Перекрытие центра города, новые паркинги на периферии, обездная дорога. Была бы политическая воля. Проект будет дорого и долго строящимся. И реализует его та команда, которая придет к власти с политическими, а не экономическими амбициями. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер.